Банджи Банджи изобрели китайцы В переводе с английского означает пружинное устройство Эластичный канат прочно крепится под потолком И к нему подцепляются фитнес-богини Но приходя на тренировку, нужно честно признаться тренеру Сколько ты весишь Нужно выбирать оборудование по весу Две рисочки, это 60-65 килограммов Одна рисочка, это менее 60 килограммов Есть нулевые размеры, это когда 50 и меньше килограммов Но у нас есть еще на 85 и выше, это три риски На носочках И в эти фазы в полете Организм должен выглядеть ровно И улыбка восхитительна Самые разнообразные спортивные элементы Прыжки, подскоки, зависания и раскачивания В действии почти все группы мышц При этом суставы не испытывают нагрузку И это большой плюс Если мы качаем очень жестко пресс То мы чувствуем на следующий день Мышцы пресса болят, нам неприятно Нам нужно размяться Здесь мы чувствуем, что была нагрузка Но нет такой сильной боли выраженной Она очень мягкая То есть ты ощущаешь, что ты занимался Но ты не страдаешь Это такая физическая нагрузка без стресса Пять лишних килограммов без труда сбросила сама за месяц Признается Венера Длятся такие тренировки целый час И самые невероятные эмоции Обеспечены от такого полета Ощущение легкости полета Это здорово Такое чувство незабываемое Физической нагрузки мне вполне хватает Но вот Ощущение счастья Я упрямо испытала здесь Чувство полета и как в детстве Банджи в Ижевске делает всего лишь первые шаги Но богини фитнеса уже ценили такие тренировки Причем здесь нет и ограничений по возрасту На занятия приходят и те, кому за 60 Далее вести из Краснодарского края С чемпионата и первенства страны по плаванию на открытой воде На этом старте в юношеской возрастной группе Выступал наш спортсмен Максим Баландов На дистанции 7,5 километров он занял 11 место В заплыве на 3 километра Максим финишировал в 24-м Это хорошие результаты Для дебютанта турнира, отмечают тренеры Не перестают удивлять Удмуртские марафонцы Они вновь вернулись с наградами Медаль бронзового достоинства В своей возрастной группе в Перми завоевал Ижевчанин Александр Данилов Еще один уроженец Удмуртии Алексей Полтанов в абсолютном первенстве Занял на 42-х километровой дистанции Четвертое место Следующий старт 10 октября На стадионе Купел пройдет ижевский марафон Продолжаем выпуск Тренировки каждый день На полях стадионов «Динамо» и «Торпедо» Мальчишки и девчонки, а также взрослые Спортсмены и поклонники регби Серьезно увлечены этим видом Чем привлекает их эта игра Сейчас расскажем Увлеклась регби серьезно Велина Шуваева еще 8 лет назад Благодаря одноклассникам Девчонки так заинтересовали ее этой игрой Что Велина решилась и пришла на первое занятие Понравилось Ее нисколько не смутило Что регби многие считают Чисто мужским спортом Я считаю, что это все стереотипы Все говорят, что регби это очень грубый Спорт оконтактный Он не для девочек Но по мне Девочки намного любят больше рубиться Чем остальные какие-то другие парни Сегодня Велина одна из лучших игроков Своей команды «Легион» и «Жевск» Говорит, от занятий регби только плюсы И советует девчонкам и мальчишкам Тоже попробовать себя в этой игре Во-первых, это желание Во-вторых, вес, рост Это не имеет огромного значения Главное, скорость, желание И желание, в первую очередь, победить Победить не только соперника А победить и преодолеть в чем-то себя Увлекся этим видом несколько лет назад И Даниил Бертников Ни футбол, ни баскетбол, ни хоккей Его не заинтересовали Он считает, это самая интересная Контактная и очень эмоциональная игра И если ты ею заболел, то надолго Это настоящая мужская игра Именно для настоящих мужчин Потому что те ценности, которые она прививает Это, во-первых, уважение Во-вторых, это Мужественность То есть это те качества, которые Нужны настоящему мужчине То есть тут нет места симуляции Нет места показухи какой-то Сейчас у поклонников регби Напряженный тренировочный график Занятия по два раза в день Впереди старты Авелена мечтает играть со временем В одном из лучших клубов мира И она на пути к своей мечте Тренируется, совершенствует свое мастерство И подведем итоги Открытого городского онлайн-турнира По подтягиванию Участие в нем приняли Не только жители Удмортии Но и атлеты из Перми и Казани Заявилось 19 команд Победителем стала сборная Кизнера Суммарный результат 160 подтягиваний Это благодаря проекту Время жить Посвящено было Всемирному дню трезвости И поддержку здорового образа жизни В общении со спортсменами С участниками Они пишут, что хорошо Спасибо вам, что вы сделали такой турнир И надеемся, что Будет продолжаться и дальше Было очень приятно слышать В общем, будем стараться делать что-то подобное В личном первенстве Первое место занял Сергей Кузнецов Из Кизнера Он подтянулся на перекладине 42 раза На этом все Будьте здоровы Берегите себя И до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова